Мистер Бьерндаля, да вы реально странный. Так много дерьма в нашем спорте. Я пробовал все. Во-первых, надо получать удовольствие. Вы напивались, когда вам еще не было 12-ти? Да, просто жутко. 50-60% лыжников в мире используют препараты. Это очень опасно, просто я хочу быть лучшим в мире. Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-ти кратный чемпион мира, икона, легенда биатлона Ули Эйнар Бьерндален. Прямо сейчас расскажет вам все свои секреты. Меня зовут Маша Командная, вы смотрите «Командус», подписывайтесь на мой канал и лайкайте это видео. Сегодня вы можете выиграть лимитированные часы Сертина из коллекции Бьерндалена. Задайте свой вопрос великому Ули Эйнару и автору лучшего, самого интересного вопроса и получите эту эксклюзивную модель. Я искренне желаю вам удачи. Мы сейчас находимся в Минске, который вы называете своим домом. Вы король биатлона, вы можете позволить себе жить где угодно. Почему Минск? Моя жена из Минска. Мы живем здесь время от времени по паре недель, потому что мы много путешествуем, особенно зимой. Во время чемпионата мира я был в Швеции. Мы проводим много времени в Австрии, конечно, в Норвегии. Там мы были подольше, потому что нужно было подготовиться к моей последней гонке, которая была в декабре. Скажем так, мы живем везде. Я знаю, что вы строили здесь дом, в местечке Лопоровичи. Вы закончили все работы? Да, практически. Но этот дом больше строит семья Дарьи. Ее родственники архитекторы, прекрасные архитекторы. Поэтому я не руковожу строительством. Скорее, это дело Дарьи и ее семьи. Вы планируете остаться здесь? Может, получить белорусский паспорт? Посмотрим. Сейчас мы переехали сюда ненадолго, но нам нравится это место. Все зависит от того, чем я буду заниматься. В этом году я работал на норвежском телевидении. Надо понять, чем я буду заниматься в следующем. Пару недель назад вы ездили в Ливерпуль. Вас пригласил футбольный клуб? Можно сказать и так. Юрген Клоп большой фанат биатлона. Он хорошо знает биатлонистов, он знает меня. У канала, на котором я работаю, есть права на английскую премьер-лигу. Это причина, по которой состоялась наша встреча. Она длилась долго, целых три часа. Мы играли в настольный теннис, разговаривали, общались так, как будто знакомы много лет. Юрген оказался очень добрым, энергичным. Я горд, что познакомился с ним. Он очень настоящий. Не пытается казаться кем-то другим. Он на экране точно такой же, как и в жизни. Кто во время этой встречи задавал вопросы? Вы или Юрген Клоп? По плану я должен был задавать вопросы, я хорошо подготовился. Но потом он тоже стал спрашивать меня обо всем, так что получилось 50 на 50. Клоп очень интересуется моим видом спорта. Тем, как мы готовимся, как не теряем концентрацию, как проходят соревнования. Поэтому после моего интервью с ним мы пошли к нему в кабинет, где уже он начал меня подробно расспрашивать о биатлоне. Вы рассказали ему какие-то секреты? Конечно. Но я не могу всего рассказать. Мы говорили много о концентрации, например, о том, как готовиться к гонкам. Это была очень интересная беседа. Я получил все ответы на свои вопросы, а он на свои. А вы фанат Ливерпуля? В детстве я мечтал быть футболистом. Я играл в футбол каждый день, много тренировался, примерно до 14 лет. Но потом я понял, что не смогу добиться больших высот. Но да, где-то до 14 лет я был фанатом Ливерпуля. После этого я интересовался футболом, но у меня не было какой-то любимой команды, за которую я болел. Но, возможно, после моего нового знакомства я вернусь к своим корням. Ага, вы, значит, новообращенный фанат Ливерпуля. Можно и так сказать. Я-то, честно говоря, думала, что вы фанат Мольде. Как вы произносите название этой команды? Мольде. Это команда из Западной Норвегии и далековато от моих родных мест. Я живу в Тронхейме, так что мне нравится Юрсенборд. Это лучший норвежский клуб. Но Мольде тоже отличная команда. Вот и Улигунер Сульшер оттуда вышел. Ведь он был там тренером. Я его хорошо знаю, он просто фантастический парень. И мне кажется, он похож на Юргена Клопа. У них одинаковая философия. Они искренние, настоящие. Нет ничего напускного. Я надеюсь, у них все получится в премьер-лиге, да и в Лиге чемпионов тоже. И они вскоре встретятся в этом турнире между собой. Что важнее в спорте, если ты хочешь чего-то добиться? Талант или трудолюбие? Талант – это опасная штука. Если у человека неправильно работает голова и хватает концентрации, или он ведет себя неправильно, талант может исчезнуть довольно быстро. Конечно, если ты хочешь быть лучшим в мире, талант необходим, но нужно и трудолюбие. Биатлон – очень сложный вид спорта. Тут необходимы физика, стрельба и психологическая устойчивость. Физика – это лыжи. Нужно бежать быстро. У меня к этому есть талант. В стрельбе – у меня минимум таланта. Я использовал свою психологическую устойчивость, чтобы научиться стрелять без ошибок. Если бы вы могли дать совет молодому Улли Эйнеру, что бы это был за совет? Во-первых, надо получать удовольствие. Нужно страстно любить свой спорт. Вначале надо попробовать разные виды спорта, чтобы понять, что ты выбрал именно свой спорт. Затем нужно начинать очень усердно тренироваться. Усерднее, чем остальные. Умнее, чем остальные. Но обязательно испытывать любовь и даже страсть по отношению к тому, что ты делаешь. Для меня биатлон всегда был прежде всего удовольствием. Хобби. То, что его окружало, было работой. Но сам спорт всегда был удовольствием. Да, но быть профессиональным спортсменом, особенно биатлонистом, это некая ловушка. Сборы, соревнования. Каждый год те же люди, те же места. Где вы черпали свое вдохновение? То, что я развивался как спортсмен, и было моим вдохновением. В Норвегии биатлон – это очень популярный вид спорта, но менее популярный, чем беговые лыжи. Я хотел подтянуть биатлон до уровня лыж. Это была моя самая большая мечта, потому что я не понимал, почему биатлон не так популярен. И это тоже служило для меня мотивацией. Но ведь все время вас окружало практически одно и то же. Неужели это не было проблемой? Может, вы чувствовали себя одиноко? Про одиночество – это интересно. Побыть в одиночестве для меня было важно перед каждым большим турниром. Если у меня не получалось этого сделать, соревнования, скорее всего, были провальными. Мне нужно было настроиться, чтобы быть готовым на 100%. Но это только перед важными соревнованиями. В остальное время я люблю быть с командой. Я люблю общаться, люблю путешествовать и встречать новых людей, узнавать что-то новое для себя и тем самым развиваться. Одиночество помогало вам концентрироваться перед важными гонками? Да-да. Во время гонки ты совершенно один. С тобой никого нет, никто тебе не поможет. Если у тебя не получается с этим справиться, у тебя нет шансов добиться успеха в биатлоне. Я знаю, что вы на старте своей карьеры возили с собой пылесос. Вы сами убирались в гостиничных номерах, потому что боялись грязи, бактерий. Мистер Бьерн Даллен, да вы реально странный. Да-да, есть немного. Но вы ставите свою цель в спорте превыше всего. В биатлоне нельзя болеть, тогда у тебя точно не получится быть наверху, среди топов. А у меня был период, когда я все время заболевал на Рождество и перед чемпионатами мира. В этом случае я не мог выиграть, не мог завоевать золото или другую медаль. Поэтому я решил исправить ситуацию. Номера, в которых мы жили, были очень грязные, поэтому я брал с собой очень хороший пылесос, чтобы наводить чистоту и бороться с микробами. И так было в каждом отеле, в который я приезжал. Я не провалил ни одного чемпионата мира с 1994 по 2017 год. В том числе и потому, что возил с собой пылесос. Я знаю, что вы совсем не пили, пока выступали. Сейчас вы закончили профессиональную карьеру, поэтому я спрашиваю, какой у вас любимый напиток? Это правда, я не пью. Я не против алкоголя, я не против вечеринок с алкоголем. Я просто не пью, потому что я хочу быть лучшим в мире. Я знаю, что после алкоголя я не очень хорошо себя чувствую. У меня может болеть голова, мне труднее тренироваться. Еще в 92-м, 93-м спорт был не таким чистым и прозрачным. Мне не нравилось то, как люди тренировались. Я хотел быть кристально чистым, не принимать вообще ничего. Никакого алкоголя, никаких препаратов. В этом состояла моя концепция. Я не хотел идти ни на какие манипуляции. Сейчас ситуация в биатлоне гораздо лучше, чем 25 лет назад. Тогда в нашем виде спорта было много всякого дерьма. Но и сейчас биатлон не идеально чист. Вы кажетесь таким правильным, таким идеальным. Вы хотя бы раз пробовали покурить сигарету? О, да. Когда я был маленьким, мне не было еще 12 лет. Я все перепробовал. Я жутко напивался. Просто жутко. Да, до того момента, как мне исполнилось 12. Потом я уже ничего такого не делал. 12 лет? Что? Вы напивались, когда вам еще не было 12? Да, просто жутко. Ну, знаете, я из Драмена. Простой парень. Родился на ферме. Я думаю, в России есть очень похожие места. Мой папа гнал самогон. У него это очень хорошо получалось. Напиток градусов 90-96. Мне никто не разрешал его пить, но я все равно пил эту водичку. Это было несложно, когда тебя никто не видел. Насколько изменилось то чувство, которое вы испытывали, когда вы выигрывали гонки, в начале и в конце своей карьеры? Все медали отличаются друг от друга. Медаль – это одно, но то, что вокруг этой медали – это другое. Вся подготовка, все то, что связано с выступлением. Поэтому у каждой медали своя история. Я никогда не относился к медалям по-особенному. Не любовался ими. Я просто клал их на полку и даже не смотрел на них. Только этой весной я впервые достал их все, увидел и понял, что я готов заплакать. Потому что все мои медали – это большой труд, мотивация и попытка все время идти вперед ради следующей победы. От гонки к гонке. А где вы храните свои медали? В сейфе, в банке. Раньше в Австрии, сейчас в Норвегии. Я бы хотел сделать что-то вроде выставочного центра, музея, поэтому думаю, что через пару лет и вы сможете их увидеть. Здесь или в Норвегии? В Норвегии. Ни в Минске, ни в Белоруссии. У нас есть четыре варианта, где мы могли бы сделать такой музей. Поэтому мне просто осталось выбрать место. Как вам удалось не зазнаться в начале своей карьеры? Вы, наверное, думали, что каждая девчонка должна быть ваша. Первая медаль всегда самая тяжелая. Последняя была тоже очень трудная. Особенно последняя олимпийская медаль. Та, что я завоевал в Сочи. Прежде чем выиграть медаль, я всегда думал, что потом? Вот я выиграю, что дальше? Над чем работать? Как сохранять мотивацию? А для меня все было наоборот. Когда я выигрываю медаль, я понимаю, что я в своей лучшей форме. Но я должен работать дальше и перейти на следующий уровень. В момент победы я всегда очень ясно осознавал, какие качества мне нужно развивать дальше. Я очень четко помню, в 2002-м я завоевал четыре олимпийских золота. В конце соревнований мы как следует отпраздновали мои победы. Но на пути домой из Штатов, когда я летел 10 часов, я понял, что должен делать дальше, чтобы стать еще лучше. Поэтому я сидел и писал план на следующие четыре года. Я писал конкретные вещи, следующие шаги. Вот вы спрашиваете, чувствую ли я себя королем, когда побеждаю? Конечно, я чувствую гордость, но это чувство очень короткое. Биатлон – это не бокс, где ты нокаутировал соперника и победил. Это работа ума. Нужно всегда знать, в каких аспектах ты силен, а в каких слаб. Нужно держать баланс между ними. У нас нельзя быть Майком Тайсоном и просто ждать, когда ты победишь в следующий раз. Вот возьмем Мартена Фуркада. Он побеждает, хотя он не самый физически развитый биатлонист. Но он очень умный атлет. Он думает в правильном направлении. И возьмем Йоханна Сетина Себе. Он очень крепкий парень, но раньше он редко побеждал. А в этом году все изменилось. Теперь он выигрывает практически все время. Он что-то изменил в себе. Он успокоился, он контролирует себя, свои нервы. Так что наш спорт не позволяет никому чувствовать себя королем. Нужно быть умнее этого. Все время думать наперед. Иначе жизнь тебя покажет. Почему Мартен Фуркад провалил чемпионат мира в этом году? Я думаю, тут много всего. Он очень много всего выиграл. Может быть, он больше не испытывает такой же сильной жажды победы. Но она в его случае имеет маленькое значение. Это всего несколько процентов от успеха. Он не настолько голоден до побед? Возможно. Точно не знаю. Может быть, это связано с тем, что он очень открыт для СМИ. Все эти интервью, встречи. Он также очень хорошо выглядит. Он очень привлекательный для спонсоров. Может, этого тоже слишком много. Еще он поменял тренера. Винсен Витто не биатлонист, а лыжник. Он ненавидит биатлон. Но теперь он тренирует сборную Франции по биатлону. Возможно, там есть какой-то конфликт, но я не уверен. Плюс у него родился еще один ребенок. Это тоже новое обстоятельство. Может, он немного устал. Но я надеюсь, что в следующем году Мартен Фуркат вернется, потому что он удивительный спортсмен. У него прекрасный пример перед глазами. Это же вы. Мы с ним иногда общаемся. Мы много лет соревновались вместе. Он всегда хотел догнать меня, а я его. Я часто представлял себе Мартена как некую цель. Он мотивировал меня на то, чтобы стать лучше. Он не просто хороший спортсмен. Он очень умный спортсмен. Я сожалею, что последние годы мы очень мало общались. Мы говорили об этом, но так уж вышло. После того, как вы закончили карьеру, он не обращался к вам? Ну, за советом. Он столько всего выиграл. Неужели ему это больше не надо? Да, возможно, ему это не очень нужно. Я не знаю, откуда он черпает мотивацию. Он жаждущий человек. Он хочет быть лучшим в мире. Еще он сказал, что хочет побить мои рекорды. Я считаю, что это отличная мотивация для него. Хотя мне бы не хотелось, чтобы он побил мои рекорды. Понимаете, у нашей мотивации разная природа. Он в роли догоняющего. Хотя у него есть шанс превзойти меня. Но надо помнить, что когда мы начинали, то в биатлоне было только три дисциплины. А сейчас их семь. И это немного другое. Мой любимый лыжник Бьерн Делли. Я когда с ним познакомилась, просто поверить в это не могла. Думали ли вы о том, чтобы побить его рекорд по числу золотых олимпийских медалей? Бьерн Делли – мой хороший друг. Но у меня не было шансов побить его рекорд. Это было просто невозможно. Хотя были моменты, когда я выигрывал золотые медали и думал, что все же есть шанс превзойти его результат. У нас такой сложный вид спорта. Когда начинаешь думать об этих рекордах, тебя быстро возвращают с небес на землю. Потому что ты не концентрируешься на главном. В биатлоне всегда нужно быть самим собой. Развиваться самому и думать о соревнованиях, а не о том, как побить чьи-то рекорды. И вот только тогда они и могут появиться. Уже твои. Собственно. Бьерн Делли позвонил мне как-то. Кажется, это было в 98-м году. Я тогда выиграл свое первое олимпийское золото. Он позвонил весной и спросил, каким образом у меня получается так быстро кататься на лыжах. Сказал, приходи ко мне и расскажи, как ты это делаешь. Я приехал к нему в следующий понедельник, и мы проболтали два с половиной часа. Мы пошли на пробежку. Так вот за эти два с половиной часа я узнал больше, чем за предыдущую жизнь от кого бы то ни было. Так что он вам рассказал? Он рассказал, как он сохраняет концентрацию, как он настраивается на соревнования, как он тренируется, как он организует свою жизнь. Он дал мне хорошие советы не только про спорт, но и про жизнь, про бизнес, про все. Я всегда могу ему позвонить, он честен со мной на 100%. Он всегда готов мне помочь. В свою очередь, если ему что-то будет от меня нужно, я отдам ему все. Так я его уважаю. Вы помните свою первую большую покупку? Да, помню. Когда я выиграл юношеский чемпионат мира в Рупольдинге, я получил деньги от своего спонсора, производителя лыжной экипировки Atomic. Так вот, я потратил их на звук в моей машине. Я купил классную стереосистему. Вы любите музыку? Да, раньше я очень много слушал музыку. Сейчас уже не так много. Какая музыка вам нравится? Всякая старенькая. Я слушал Dyer Straits, Pink Floyd. Это две мои любимые группы. Еще Metallica. Да я всю музыку слушал, мне кажется. Знаете, часто говорят, что мужчина отличается от мальчика тем, что у него игрушки подороже. Я знаю, что вы обожаете машины. Какая самая быстрая машина в вашем гараже? И какая ваша любимая? Самая быстрая машина в моем гараже – это Porsche GT2 RS. А любимая? Это моя любимая машина. Но есть еще та, которую я бы хотел купить. Aston Martin очень классный. Они разрабатывают новый концепт-кар. Red Bull, Aston Martin 001, 002, 003. Это очень крутые машины. Хотите купить такую? Посмотрим. Это очень интересная машина. Они используют технологии из Формулы 1, которые хотят внедрить в городские автомобили. Мне это очень нравится. У Ferrari есть много классных моделей. Porsche – это автомобиль высочайшего класса. Поэтому я купил их машину. Ну, еще Джеймс Бонд ездит на Aston Martin, это тоже аргумент. Ну вот, новая модель – это коллаборация с Red Bull. Это не просто Aston Martin. Мне это очень нравится. Red Bull team. Судатый школа. Я знаю. Я знаю, что Антон Шипулин – ваш хороший друг и товарищ. Сейчас он собирается заняться политикой. Что вы думаете о спортсменах, которые принимают подобные решения? У них нет специального образования, бэкграунда, но есть узнаваемость. Антон Шипулин – прекрасный парень. Я считаю, он закончил карьеру биатлониста слишком рано. Он должен был соревноваться еще, причем много лет. Слышишь, Антон Шипулин? Да, Антон, ты слишком рано ушел. Он мог бы выиграть у Мартена Фуркада, у Йоханнаса Бео. Он как раз тот, кто мог бы в дальнейшем составить им конкуренцию, если бы он захотел и правильно тренировался. Я надеюсь, он вернется. Что касается его перехода в политику, я не знаю, на что он способен там. Я не знаю, какие у него есть качества. Но, наверное, ему надо многому учиться. Учиться, как играть в эту игру. Она высококлассная. В политике нужно разбираться. Для меня это исключено, но, может, у Антона получится. Может, у него получится это так хорошо, как в спорте. Но сам по себе успех в спорте не гарантирует ничего. Хотя по биатлону я могу судить, что Антон хорошо обучается. Он умеет развиваться, когда надо, менять манеру, подход. Я желаю ему удачи. И, может, он сможет сделать что-то хорошее для будущего России. Однажды вы сказали, что хотели бы одновременно сделать интервью с Владимиром Путином и Бараком Обамой. О чем бы вы их спросили? Я не уверен, что я это говорил. Я читала об этом. Многие вещи, о которых пишут журналисты, бывают выдумкой. Но в любом случае это могло бы быть интересно. Я очень далек от политики. Вам не интересно? В политике очень много грязи. Я это так не люблю. С другой стороны, очень важно, чтобы политика была правильной, чтобы она приносила миру много пользы. То, что происходит сейчас в разных частях света, это довольно жестко и тяжело. Я надеюсь, политика станет чище, в ней много умных людей. Думаю, они разберутся и найдут правильный выход из ситуации. А вы знакомы с Александром Лукашенко? Мне кажется, он ваш фанат, вашей жены точно. Да, мы виделись. Фанат жены точно. И просто он большой фанат биатлона. Ваша жена – национальное достояние своей страны. Может, она когда-нибудь станет президентом Беларуси? Президентом страны? Ну да, она же такая популярная. Зная ее, я не думаю, что это когда-либо случится. Она совершенно точно получит предложение пойти в политику. Но я не уверен, что она его примет. Я хочу вас спросить об отношении к российским спортсменам. Не существует ли двойных стандартов? Александра Логинова дисквалифицировали за допинг в 2015 году. И все до сих пор обсуждают это в биатлонных кругах. Лыжника Мартина Сунбе тоже дисквалифицировали. Но кажется, что сейчас об этом уже никто не помнит. Да, Мартина Сунбе поймали на допинге. Он принимал препарат от астмы и превысил дозу. Но это понятная история, без двойного дна. Хотя и это до сих пор обсуждают. И в Норвегии? И в Норвегии. И совершенно точно в России. Да не так уж и много. Достаточно. Я тут не согласен. С Логиновым другая история. Его поймали на эритропоитине. Это очень сильный допинг. Тут много неясного. Люди хотят знать, как Эппа попал в его организм. Хуже всего, то, что он не говорит об этом. Не рассказывает о том, что произошло на самом деле. Я уверен, Логинову тоже тяжело. Но он должен начать говорить. Иначе это не прекратится. Я считаю, что Россия должна быть более открытой в вопросах допинга. Мне не нравится, когда человека ловят на допинге, а он молчит и никак не объясняет произошедшее. Это неправильно. Так быть не должно. Отсюда возникает столько вопросов. У нас тоже были случаи, когда спортсменов ловили на допинге. Мартин Сунбю, Тереза Йохаук. Противоосматический препарат и бальзам для губ. Но здесь важно разобрать каждый конкретный случай. И понять, что же произошло на самом деле. И в этих случаях есть такая возможность. Но когда люди ничего не объясняют, то непонятно, как же им продолжать верить. В этом и заключается проблема. Логинов молчит, ваша федерация молчит, никто ничего не рассказывает. Тысячи вопросов, на которых нет ответа. Возможно, все дело в ментальности, в культурных различиях. Я это тоже допускаю. Но в любом случае, я бы хотел пожелать России быть более открыты в вопросах допинга и понять, что другие страны хотят знать, что же происходит на самом деле. А вы верите в то, что во время Олимпийских игр в Сочи были совершены какие-то допинговые манипуляции? Я считаю так. Если человека поймали и он сдал положительный допинг-тест, он виноват. Если положительного теста нет, то спортсмен чист. Я говорю как спортсмен. Когда я выступаю, я должен на 100% быть уверен в том, что мои соперники абсолютно чистые. Проба Б дала положительный результат. Все, спортсмен пойман. Если читать все документы, которые всплыли по Сочи, то это не выглядит как приятная история. Но и верить всему, что написано, тоже нельзя. Не так много спортсменов поймали с нарушениями в допинг-пробах. Это нужно учитывать. Но есть доклад Макларена. Недавно всплыла история доктора Марка Шмидта. Но в целом я скажу, что вся эта допинговая история, связанная с Сочи, мне не нравится. Вы король биатлона и икона этого вида спорта. Тем не менее, много людей обвиняло вас в использовании противоастматических препаратов. Что вы можете им ответить? Ходит много слухов. Мы должны говорить только о том, что есть правда. Мне повезло, потому что после почти 25-летней, 30-летней карьеры, мои легкие по-прежнему чистые. Они чистые, потому что я никогда не тренировался, будучи больным. Моим легким не требовались никакие медикаменты. Я никогда не использовал никакие противоастматические препараты. Я каждый год прохожу обследование легких, и они всегда здоровы. Все спортсмены и в России, и везде в мире должны знать, что если они страдают астмой, они могут принимать противоастматические лекарства. Но эти лекарства должны быть именно от астмы и с обязательным предписанием от врача. Другое дело, что сейчас это предписание очень легко получить. В Норвегии слишком много спортсменов пользуются терапевтическими исключениями. И в Германии, и в Швеции, и везде. Потому что их очень легко получить. На мой взгляд, это неправильно. Я считаю, что Норвегия не должна выдавать терапевтические исключения норвежским спортсменам, а Россия – российским. Должен быть создан какой-то нейтральный, незаинтересованный орган, который будет решать, страдает спортсмен астмой или нет. И не будет больше никаких вопросов. Я знаю очень много спортсменов, у которых нет астма, но есть терапевтическое исключение. Это не есть хорошо. 50-60% лыжников в мире используют противоастматические препараты. Это вредит здоровью в итоге, а это неправильно. Почему вы не хотите стать президентом IBU, имея такие взгляды? Во-первых, из-за того, что произошло в IBU в последнее время. Я считаю, что IBU должен быть чище и прозрачнее. Я слишком хорошо знаю наш спорт и все происходящее в нем изнутри. Я же закончил карьеру только прошлой весной. И меня все уже начали спрашивать о том, не хочу ли я занять эту должность. Я же считаю, что я очень неопытен для такой работы. Хотя я, конечно, спортсмен, и я многое знаю. Так что пока я не готов к такому повороту событий. Это, опять же, политика, а она мне не нравится. Так что я пока подожду. Вы собираетесь стать тренером? Может, хотя бы Ксению будете тренировать? Конечно, я помогу Ксении. Если не в спорте, то просто в жизни, безусловно. Если говорить про спортсменов, то мне постоянно поступают предложения. Но я пока не нашел среди них ни одного, которое бы меня зацепило. Если найду верную комбинацию тренер-спортсмен, то обязательно попробую. В общем, если у вас есть какие-то вопросы Оле Эйнару, если они покажутся мне интересными, то, пожалуйста, задавайте, я их обязательно передам. Вот хороший вопрос. Был ли в вашей жизни момент, который поделил ее на до и после? Если честно, для меня никогда не было проблемой получить то, что я хочу. У меня есть все необходимое. Есть еда, дом и прочее. Но я расскажу одну историю. Я долгое время не мог стать чемпионом мира. У меня было 26 стартов на мире, и я был на подиуме 13, 15, 16 раз. Я уже и не помню. Но каждый раз это было серебро или бронза. В 2003-м я поехал в Ханты-Мансиско, и я победил на чемпионате мира. Это была моя большая победа. Я помню это как вчера. Особенно помню последнюю гонку там. Это был масс-старт. Погода была очень ветреная, но я попал 20 из 20, и это была моя лучшая гонка в жизни. Так что спасибо вам за Ханты-Мансиско. Я стал чемпионом мира именно в России. Вы часто говорите о самых успешных гонках в своей карьере. И все же, какая гонка стала самым большим разочарованием? Может, в этом не очень хорошо признаваться, но это было второе место на чемпионате мира. Это было очень, очень большое разочарование. Это было в 2001-м году в Поклюке в Словении. Я шел последний круг вместе с французом Рафаэлем Пуаре. Упал за полтора километра до финиша и проиграл Рафаэль. Кто станет новым королем биатлона? Да он уже есть. Это Мартен Фуркад. Он король биатлона уже 7 лет. Это удивительно, что он уже сделал. Сейчас в биатлоне происходят перемены. Норвегия снова выходит на первый план. Теперь у нас есть Йоханнес Бе. И это был лучший сезон. Теперь мы будем с нетерпением ждать следующего сезона. Я надеюсь, что это будет битва между Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бе. И две другие страны, Россия и Германия, тоже должны подтягиваться. Надеюсь, они тоже порадуют парой новых талантов. Насколько вам интересно было сражаться с соперниками, которые были сильнее вас? Я люблю, когда соперник сильнее. Ты чувствуешь разницу между вами и понимаешь, куда надо стремиться. Но сейчас я немного разочарован, потому что никто не может достичь уровня Фуркада и Бе. И их отрыв от других биатлонистов увеличивается. Я больше не действующий спортсмен, я не внутри. Но я вижу, как другие готовятся и тренируются. Почему-то никто не пытается рискнуть найти что-то новое и догнать Фуркада и Бе. Я хочу, чтобы в новом сезоне это была настоящая битва. Устройте ее, пожалуйста. У кого самая лучшая лыжная техника? Сегодня? Да, и за все время тоже. За все время? А у моей жены. А сейчас? Хорошая техника у Йоханнеса Бе, но она не самая лучшая. Она просто ему очень подходит, она эффективная. Про лучшее мне надо еще подумать. Чему вас научила ваша жена? Она уникальная спортсменка, прекрасный человек. Она воспринимает людей такими, какие они есть. Она очень глубокий человек. Она видит в человеке только хорошее. У всех есть положительные и отрицательные черты. И она умеет работать с положительными, делать их еще ярче. Мне очень нравится быть с ней. Помните, мы говорили вначале про талант? Вот он у нее и есть. Она очень умная. А чем она собирается заняться после того, как завершила профессиональную карьеру? Я считаю, что она слишком рано закончила карьеру. Как и Шипулин. Может, она вернется? Есть ли шанс? Может, может, но я правда не знаю. Надеюсь, не могу сказать. Они оба закончили слишком рано, но они достигли своих целей. А после этого сложно продолжать. В прошлом году вы путешествовали по Беларуси и в баню ходили. Что вам больше всего понравилось в этом путешествии? Баня – это здорово. Это интересная культурная особенность. У нас тоже есть баня, как и в Финляндии. Но русская баня – это совершенно другая история. Вот это вся долгая процедура с нахождением в бане, с едой. Все это так неспешно. Это здорово. Так что я почаще собираюсь ходить в баню. И знаете, еда в Беларуси мне очень нравится. Похоже на ту, что раньше была в Норвегии. Это картофельная страна. Норвегия тоже была такой. Да и Россия. Я помню времена в Норвегии, когда страна была очень бедной. Не надо забывать, что нефть в Норвегии обнаружили всего 25 лет назад. До этого мы были очень бедны. Я же из семьи фермер. Я знаю, как важна каждая картофелина на столе. И мне очень нравится традиционная белорусская кухня. Дарья готовит вам борщ? Да, она готовит, но я небольшой поклонник борща. Какое ваше любимое блюдо местной кухни? Много всего. Не могу выделить одно. Может, драники. У них вкусное мясо, но не рыба. Мне не нравится белорусская рыба. В северных странах она гораздо лучше. А мясо, да, просто фантастическое. И еще здесь много разных вкусных супов. Я помню тот танец, что вы танцевали с Дарьей на своей прощальной вечеринке. Чья идея это была? Ой, точно не я. Я плохо танцую. Да я заметила. У Дарьи хорошо получается. Мы готовились очень долго, и в итоге получилось классно. В России мы говорим, что муж это голова, а жена это шея. В Америке бы вас спросили, кто в вашей семье носит штаны. Так кто в ней главный? В данный момент Ксения. Она такая настойчивая и знает, чего хочет. Мы многому у нее учимся, но она тоже должна у нас поучиться. Она больше похожа на вас или на Дарью? На обоих. По поведению она больше похожа на Дашу. Ну и на меня тоже, например, мимикой. Вам бы хотелось, чтобы она стала профессиональной спортсменкой? Было бы здорово, ведь у меня такой опыт. Если у нее будет интерес к профессиональному спорту, то, конечно же, я ей помогу. Но это сложно тренировать, когда у вас такие близкие отношения, и это твой ребенок. Это большой вызов. Вы счастливчик, если все получается. Но если не получается, это неудивительно. Как ни странно, иногда, когда вы настолько близки, очень сложно дать правильный совет. Вам бы хотелось еще детей? Да, конечно. Сколько? Не слишком много. Я сам из большой семьи, нас пятеро детей. Еще у меня есть две сестры. Тогда нам было очень хорошо вместе. Но это было 45 лет назад, и тогда это было нормально иметь большую семью. Сейчас иметь больше двух детей – уже испытание. Поэтому, наверное, я бы хотел как раз двоих. Я заметила очень красивые часы на вашем запястье. Вы гордитесь тем, что вы амбассадор бренда «Сертина»? Да, мне нравится быть послом «Сертина». Это очень хорошая швейцарская часовая компания. Я много лет с ними. И все швейцарские компании, не только часовые, очень надежные. Хотя компания выглядит большой, но на деле она как семья. Если нужно поговорить с кем-то из топ-менеджмента, это не проблема. С ними со всеми очень легко общаться, что-то советовать и обсуждать. Работа часовых компаний похожа на спорт. Они всегда должны развиваться, придумывать что-то новое, следовать моде, прислушиваться к советам и становиться лучшей для своего клиента. И спорт они тоже развивают. Есть ли у вас какие-то лайфхаки для того, чтобы не опаздывать? Потому что я слышала, что вы никогда не опаздываете. Я иногда опаздываю. Я просто это очень не люблю. У нас в школе был директор, который был еще и учителем. Он очень любил спорт. И он старался делать все для того, чтобы мы могли много заниматься спортом. Еще он был не против вечеринок. Он не запрещал нам их посещать. Нам же было 16-17 лет. Но если на следующий день ты опаздывал в школу к 8 утра, он готов был тебя убить. У нас был парень, который занимался горными лыжами. Очень талантлив. Но он перебарщивал с вечеринками и все время просыпал занятия. Я не могу представить, чтобы кто-то злился на человека больше, чем наш директор и на того парня. После этого все перестали опаздывать. Я многому научился у этого человека. В том числе и тому, что когда ты опаздываешь, ты создаешь проблемы не себе, а другим. Ты напрягаешь людей, рушишь их расписание. Поэтому мне важно всегда быть вовремя. Сотрудничество с часовой компанией для меня – это возможность показать, что у меня правильное отношение со временем. Может, это звучит занудно, но у тебя есть больше времени на то, чтобы быть творческим, креативным, если ты никуда не опаздываешь. Каково это – иметь часы, названные в вашей честь? Это приятное чувство. У меня трое таких часов. В них есть что-то личное, что-то связанное со мной. И мы планируем сделать еще одни. Так что я жду этого момента с нетерпением. Вот те самые часы, которые вы можете выиграть, задав вопрос Ули Эйнеру Бьерн-Далину. Да, их получит автор самого интересного вопроса. Это лимитированная коллекция. И более того, специально для вас. Прямо сейчас он эти часы подпишет. Вы готовы? Да, вы всегда готовы. Да, я всегда готов. Это модель, которая была создана несколько лет назад. Это часы номер 1139. А всего в мире существует 2016 экземпляров. Это классические часы, хотя я могу и на тренировку в них пойти. Но они здорово смотрятся с костюмом. Я сейчас их подпишу, и я надеюсь, кому-то повезет получить их в подарок. Большое спасибо. Мы так много говорили сегодня, но у меня ощущение, что вы не раскрыли мне свой самый главный секрет. Каким образом у вас получается быть настолько профессиональным во всем? Кто сделал вас таким, какой вы есть? Мне кажется, у меня нет особых секретов. Я люблю трудиться. Я никем не прикидываюсь. Я такой, каким вы меня видите. Я стараюсь быть честным всегда. С самим собой, в работе, в карьере. Я с удовольствием учусь. Я люблю слушать. Я стараюсь учиться у всех и всегда. Мои знания, я почерпнул их не в спорте, а в жизни. И эти знания я уже привнес в спорт. Не тренеры меня всему научили, другие люди. Кто сделал вас таким, какой вы есть? Разные люди. Мои родители, мой брат. Мне повезло. У меня хорошая семья. Еще мой наставник и помощник, с которым я работаю с 96-го года. Он помогал мне с того момента, как началась моя карьера. И он очень повлиял на нее. Но главное, это семья. С твоего рождения, примерно до 12 лет, закладывается основа того человека, которым ты будешь. Я считаю, что это самое важное время, которое формирует твое поведение. Затем на тебя может много что повлиять, но фундамент уже заложен, и вряд ли что-то сможет его изменить. Нет, я бы, может, и хотел, но этого не случится. Есть ли шанс, что Ули Эйнер-Бьерн-Даллен вернется в профессиональный спорт? Нет, я бы, может, и хотел, но этого не случится. И мы так этим разочарованы. Большое спасибо вам за интервью. Я пыталась словить каждое ваше слово, настолько мне было интересно. Надеюсь, что и молодые спортсмены посмотрят это видео и найдут что-то полезное и важное для себя. Было приятно познакомиться, спасибо. У него очень сильное рукопожатие, между прочим. Спасибо, что смотрите Командос. Подписывайтесь на мой канал, лайкайте это видео и, конечно, участвуйте в нашем классном конкурсе. Оставляй свои комментарии. Меня зовут Маша Командо. I'll be back.